Коктейль молотого Это не просто емкость с зажигательной смесью Это именно рецептная сгустка энергии Которую чаще всего используют для разрушения Но вы знаете, можно использовать и для созидания Вот такую энергетическую бомбу С очистительным эффектом Можно использовать и для вашего здоровья Все зависит от состава компонентов Состава коктейля Которую можно приготовить из фактически подручных средств Которые есть у каждого из вас И вкладывая правильно систему под названием Здоровый образ жизни Можно разрушать уровень нездоровья И укреплять здоровье, а не наоборот Потому что все находится рядышком А переменами слагаемых сумма очень часто серьезно меняется И самый простой коктейль, который вы можете использовать Для здоровья своего собственного Это обычная вода Я бы сказал, что это не обычная вода Вода для питья, она имеет разные составы Да, H2O это вода Но это дистиллирная вода Это относится только к дистиллирной воде Когда в воде растворяются различные химические вещества Она резко меняет не только свои свойства Но и влияние на ваш уровень здоровья И для того, чтобы укреплять здоровье А не испытывать генетические возможности своего организма В течение дня каждый человек должен использовать Ну применять для своего здоровья десятки видов разной воды Не только по химическому составу, но и с разным браж И комбинировать их в зависимости от пола, возраста, сезона года, погодных условий, образа жизни, экологии Важно это использовать правильно и своевременно А вот когда стакан воды проходит легко и просто в организм любого практически человека И приносит только исключительно пользу Это утром натощак Ночью ваш организм работал Он производил обменные шлаки Они накапливаются в разных органах и тканях Частично он их удалял через кожу путем потения Через выдыхаемый воздух путем испарения Через почку, образуя мочу В любом случае это потери воды И утром долг по воде, как правило, у большинства людей присутствует Причем тех, кто кропит, значительный долг присутствует И выпить утром натощак стакан чистой воды Великолепно Что вы можете получить кроме этого? Кроме того, что вода попадая в кровь уменьшает вязкость крови И нагрузку на сердце снижает кардиологический риск Как вы понимаете, она разведя обменные шлаки в крови Легко выведет их через почку И уже пошло очищение вашего организма Если вы используете воду в прохладном виде Раздражая желудок, она усиливает секрецию желудочного сока Попадая в кишечник, она усиливает перистальтику кишечника И устраняет запоры И это очень важно понимать Если же вы используете воду в теплом виде Она немножко тормозит Кислотно-желудочного сока Она тормозит перистальтику кишечника И вот таким вот простым способом Употребляя просто воду Вы не внося никаких энергетических соединений в свой организм Потому что вода энергию сама по себе не несет Вы запустили обмен веществ в своем организме Активировали и активировали очищение Вот такая вот легкая энергетическая бомба С очистительным эффектом номер один Вы уже ее использовали Но безусловно хочется получить больше Я вас прекрасно понимаю Для этого можем использовать обычный мед Можете растворить мед Конечно в теплой воде мед растворяется лучше Можно его растворить с вечером Можно растворять утром Тут как говорится ваш выбор Как вы видите мед плохо растворяется И вовсе не обязательно пытаться растворить всю ложку меда Можете чайную использовать, десертную, столовую Тут зависит от ситуации Но можете его не растворять Можете просто последовать моему примеру Поместили мед в рот Там температура как правило выше И растворяете его этой же водой Попадая в желудок Мед активирует те функции, которые свойственны воде Если вы пьете мед с горячей водой Он еще больше в степени тормозит секрецию желудочного сока Если пьете мед с холодной водой Он в еще большей мере усиливает секрецию желудочного сока Попадая в десертную кишку Активно всасывается в кровь И вот тут голодная печень Хватает этот мед И имеет огромное значение То, что мед это не сахар Сахар с водой не пройдет А мед это глюкоза и фруктоза И тут вы используете простую биохимию Знания по биохимии И бережете свою поджелудочную железу Напомню, инсулин, гормон поджелудочной железы Он контролирует в крови только глюкозу И самая голодная печень не возьмет глюкозу Если не хватает инсулина И при сахарном диабете второго типа Есть такой термин Инсулино-резистентность печени Но не берет печень глюкозу Даже при большом количестве инсулина А вот фруктозу возьмет Фруктозу инсулин не контролирует И когда вы используете мед Утром натощак Когда голодная печень пустая Не имеет практически запаса влитогена Она легко и просто возьмет этот мед И использует его Не напрягая поджелудочную железу По своему усмотрению А усмотрение у печени хорошее Это ваша энергетическая лаборатория Которая активирует обмен веществ И таким путем вы можете избавиться постепенно Вот такого признака нарушенной работы печени Как утренняя или печеночная лень Потому что печень получит дополнительный заряд энергии Лень меда Она активируется И все функции, которые с этим связаны И это прекрасно Потому что она не только очищает кровь Она еще обеспечивает множество органов и тканей Полезными веществами Особенно это полезно Вот такой способ использования меда При сахарном небете Потому что только здесь Мед используется как мед Практически не напрягая Работу поджелудочной железы Если же вы ту же ложку меда Используете после еды Когда ваша печень уже насытилась Углеводами Которые были в хлебе В макаронах В овощах Во фруктах Не будет использоваться Фруктоза меда Полноценно По той простой причине Печень у вас уже сытта Глюкоза Используется как глюкоза Благодаря инсулину Фруктоза, которая находится здесь Попадает в печень Перерабатывается в глюкозу И дальше идет по крови как глюкоза Вы ели мед А в крови у вас поднялся уровень сахара Вы видите, что По большому счету От перемен и мест влагаемых Сумма очень серьезно меняется Мед до еды Мед во время еды Мед после еды При сахарном диабете Это три большие разницы Важно это правильно использовать Для своего здоровья Но хочется, я понимаю Многим хочется больше Вода с медом это здорово Поэтому можем использовать Еще один ингредиент Лимон И к этой водичке Можем добавить Немножечко лимонного сока Я весь лимон выдавливать не буду Но в принципе На один такой коктейль Сок половины среднего лимона Очень здорово пройдет Что дает нам лимонный сок И органические кислоты Которые здесь в нем В обмене веществ В растениях Это предшественники углеводов Углеводы Расщепляются До органических кислот В организме И запустив В такой коктейль Еще и лимонный сок Вы усиливаете Его энергетическую емкость Вы усиливаете Заряд бодрости Который получаете После такого коктейля А поджелудочная Опять таки не напрягается То есть углеводный обмен Активируется А поджелудочную железу Вы свое бережете Где вы можете использовать Такой коктейль При снижении веса Помните правило Жиры горят в пламени углеводов А в пламени простых углеводов И подавно Органические кислоты Великолепно активируют этот процесс И контролировать вес При таком коктейле с утра Значительно легче Значительно проще Но Я вас прекрасно понимаю Люди с гастритом Гастрододенитом Язвенной болезнью Смотрят на меня И думают Ну ну Рассказывай Рассказывай Все здорово Но нам это не по зубам Ну кстати Важно понимать Что этот коктейль Нужно пить лучше Через соломинку С кислотой Или большими глотками Во всяком случае Чтобы стараться Чтобы он в меньшей степени Попадал на зубы Потому что Не по зубам будет Точно зубы Начинают растворяться Все таки Лимонная кислота Очень любит Кальций Великолепно Вытягивает кальций Из зубов И работы Любимому стоматологу Добавится Поэтому Понимая что Часть людей Не смогут Использовать Такой коктейль Нужен еще один компонент Который Нейтрализует кислоту Это обычная Пищевая сода Ее много не нужно Буквально вот так Этого вполне достаточно И размешиваете Вы видите Коктейль Немножко Стал более мутным Идет реакция Выделения углекислого газа Фактически Газированный напиток Вы видите Класс Видите пузырьки пошли По стенке Сосуда Реакция нейтрализации Лимонного сока Лимонной кислоты Произошла И Вкус изменился Раздражение желудка Теперь происходить не будет Теперь люди с гастритами Гастродиогидами Язвенной болезнью Могут использовать Такой напиток Больше того Энергетическую емкость Он свою не потерял Как энергетическая бомба Он остался прежним Потому как Гидрокарбонат натрия Или пищевая сода В сочетании С Лимонным соком Дают цитрат натрия Это великолепное Энергетическое соединение Которое поддерживает Энергетику организма Но Не раздражает желудок Это важно правильно Использовать Тем кто хочет Усилить свою энергетику Но имеет Определенные проблемы В начальных отделах Пищеварительной системы Такая комбинация Очень важна И важно Понимать Один маленький нюанс Что энергию дает Лимон Лимонный сок А не пищевая сода Пищевая сода Только гаситель Нейтрализатор кислоты В данном случае Энергию дает Не пищевая сода В данном случае А лимонный сок Который По каким-то причинам Человек не мог использовать Для своего здоровья И в такой комбинации Это сделать легко и просто Как еще можно усилить Энергетику организма Безусловно Можно комбинировать Разные варианты Часто говорят Что для того Чтобы усилить Работоспособность Важно использовать Обычную пищевую соду Я вас прекрасно понимаю Работа Это все-таки Выработка кислот Кислоты попадая в кровь Увеличивают Фактически Вязкость крови И такую кровь Очень тяжело Перекачивать По организму Но Тут важно понимать Чувство меры Потому что Раствор Обычной Соды В воде Это 8,5 Если вы посмотрите В ГОСТ Для питьевой воды То Вы увидите Что это предельное значение То есть просто Чайная ложка Соды В холодной воде Или в тепловатой воде Она имеет Предельное значение PH Перебор с которым Может вредить Вашему здоровью По той простой причине Что попадая Щелочь Попадая В желудок Все-таки Будет влиять На слизистую оболочку Желудка И 8,5 Это достаточно Серьезная величина Потому что Рабочая Кислотность Желудочного сока Это PH От 0,9 До 2,5 Когда PH Желудочного сока Снижается До Вернее Повышается До 4,5 Кислотность Снижается Щелочность Увеличивается Всего 4,5 А белки Уже Не перевариваются И условно Таким способом Пользуются При экстремальном Снижении веса Когда Выжигается Фактически Слизистая желудка И нарушается Переваривание белков Понятно Человек будет худеть Потому что Пища-то не попадает Она попадает В полус рта Проходит Транзитом Пищеварительную систему Правда Предварительно накормив Патогенных бактерий Кишечники А может быть и паразитов И выходит из организма И эта ситуация Непростая Особенно Когда гасят Соду Неправильно Когда мы Погасили Соду Лимонным соком Мы получили Одно соединение Мы получили Цитрат натрия Нейтральное соединение Которое Проходя По желудку Не окажет На него Никакого Губительного действия А попадая в кровь Дает вам энергию И вы все Получили То что хотели Часто Гасят Соду Не самым Лучшим способом Хотя и самым Дешевым Я понимаю Лимон нужно купить Воду нагреть проще И заливают Водой температуры От 60 градусов Вы видите Идет Пенообразование Сода шипит Сода гасится И вот таким легким способом Простым способом Я превращаю Обычную Пищевую соду В белевую соду Разница между ними Небольшая Но существенная pH обычной Соды Содового раствора В обычной В прохладной воде 8,5 pH Белевой соды Которая погашена Фактически Горячей водой Узыречки шли Это удалялся Углекислый газ И Натрий HCO3 Превратился В натрий 2 СО3 То есть Пищевая сода В белевую соду С pH 13,5 Как вы понимаете 13,5 И рабочее Рабочее pH Желудочного сока Максимально 2,5 Дальше Просто белки Просто очень плохо Перевариваются При pH 4,5 Практически Не перевариваются Не хватает Кислотности Для того Чтобы запустить Активность Пексина 8,5 И 13,5 Они еще Дальше Находятся Поэтому Когда вы пьете Просто пищевую соду Да Вы нарушаете Работу Своего желудка Когда вы Превращаете ее В белевую соду Вы еще Больше степени Нарушаете И тут уже Вода С pH 13,5 Ни по каким Гостам Не проходит Ни для какого Здоровья И вы понимаете Что вы Разрушаете Здоровье И увеличиваете Уровень Нездоровья И чем дольше Вы будете Таким образом Баловаться Со своим здоровьем Тем больше Вред вы можете Принести Ему Теперь Я надеюсь Вы больше Информации Имеете И владеете О том Какие коктейли Можно готовить Для здоровья Чтобы Чтобы Разрушать Нездоровье И укреплять Здоровье И иммунитет И пока Вы думаете Кому из друзей Отправить Ссылочку На это видео Поставить на него Лайки Или не поставить Я подумаю Какое еще Видео На какую Тему Написать Для вашего Здоровья И активного Долголетия С привычными Многим Подписчиком Моего канала Словами Крепкого вам Здоровья И разумного Отношения До новых встреч На моем канале Особенно Для тех Кто уже На него успел Подписаться